Что в том тарифе, в старом, 40% монополист ворует. Я завела человека к премьеру и показала, где, как и сколько воруют. Вы думаете, что-то изменилось? Ничего не изменилось. Тариф возрос в несколько раз. Скажите, какой идиот мог сегодня предположить поставить норму отопления дома 200 метров кубических на месяц, когда минимально экономичный котел при теплой зиме потребляет 300. То есть, вы понимаете, это геноцид. Это даже не профессиональность. Это специально так сделано. Мало того, я прошу прощения, мало того. Вы знаете, что я не могу уйти на альтернативу. Если я хочу в доме поставить котел, мне не дадут в квартире. Я должна уговорить весь дом. Это все делается обложено таким административным важелями, для того, чтобы никто не мог этого сделать. То есть, как бы вы не хотели, сэкономить вам государство не дает. Пока не дает. Вы знаете, что газа, которого достаточно мы добываем в Украине для населения, можно было не повышать до такой цены. Но стало падать производство газа, да? Будет под налогом в 55% для частных компаний, 70% для госкомпаний. Мы об этом говорили, когда рассматривали изменения. Не будут вкладывать деньги в бурение. А вы скажите самый важный момент, что последние три месяца Кабмин принял решение, вы же знаете, у нас антимонопольного комитета год нет, да? Кабмин принял решение, что все должны покупать газ только у нафтогаза. И все компании, которые добывают в Украине национальные газ, сидели и говорили, а у нас никто не берет газ. Александр Владимирович, скажите, какая себестоимость национального газа? 300, 300 с лишним гривен. Себестоимость. 300 с лишним гривен. А сейчас, повысив нациссы, сделали и 800.